Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Лилия Четрару раскаивается из-за своего обещания побриться на лысо, если она снова сойдет со Сергеем Захарьяшем. Девушка не подумала о том, что же она будет делать, если нарушит свое слово. Петр Рыбалка приглашает на проект девушку для любви и отношений. То единственное я подарю вот такого медведя и приогромный букет, написал он. Недавно зрители поразились, увидев фотографии Маши Кахнода проекта, где она очень худая. Вот что рассказала Маша. Я болела анорексией на нервной почве. Я счастлива, что выжила и меня больше не волнует ни внешность, ни фигура. На острове Маша сдружилась с Лерой Фрост. Лера нереально крутая, пишет Кахно, добрая и искренняя. Ты огонь, спасибо, что ты есть. В недавнем эфире мы могли наблюдать, как Антон в шоке совершил ради Вики Комиссаровой сумасшедший поступок. На глазах у собравшихся на языке Антон влез на баннер Дома 2 и оттуда прокричал о чувствах к Вике. Этот безумный поступок вполне мог стоить ему жизни. Антон Гусев и Вика Романец приняли участие в телепроекте. Это скриншот со съемок, пишет Гусев. Мы с моей принцессой приняли участие в одном из проектов на СТС. Теперь вы будете нас видеть на телевидении стабильно раз в неделю. Надя Ермакова опубликовала детскую фотографию и рассказала о себе. В детстве я, как и все девочки, мечтала стать актрисой. Прошло время, я поступила в театральный, окончила кафедру режиссуры и мастерства актера. Видимо, в детстве уже все было решено. Дима Тарасов впервые заговорил о причине развода с Ольгой Бузовой. Вот что он написал в своем микроблоге. «Моя ошибка была в том, что я позволил всем быть участниками наших отношений. Как говорится, жить ради лайков. С Ольгой нас связывали прекрасные моменты, но теперь наши пути разнятся. Прошу более не затрагивать в комментариях тему моей личной жизни». Ольга не удержалась и прокомментировала пост бывшего мужа. «Дмитрий, может ты напишешь, почему наши пути разошлись, раз ты начал писать? Расскажешь, как ты изменял мне с миской? Как выгнал меня со своей мамой из квартиры после операции? Как слил мои переписки, чтобы очернить мою честь? И если твои шесть лет отношений со мной были для лайков, тогда удаляй инстаграм и строй новые отношения без лайков в нашем доме. Удачи!» Бывшая участница Дома 2 Оксана Стронкина рассказала, как познакомилась с мужем. Она покинула проект в 2011 году и успела не только выйти замуж, но и родить сына. Оксана работала в караоке-баре после ухода с проекта. Ей было строго запрещено общаться с клиентами и будущему мужу Артему пришлось заучить номер девушки наизусть. Они сразу понравились друг другу и вот уже пять лет они с Артемом счастливы вместе, а с появлением сына их семейные узы стали еще крепче. Бывший участник Дома 2 Виктор Хориков, он же бывший парень Маргариты Агибаловой, оказался извращенцем. Хориков отдает свое предпочтение не представительницам слабого пола, а мужчинам. По крайней мере на снимках, которые появились в сети, обнаженный Виктор обнимается и даже изображает половой акт с другими накачанными парнями. Женя Феофилактова открывает модельные агентства. Скоро я с группой инвесторов открою свое модельное агентство небывалого масштаба, пишет Женя. Это будет всероссийский проект. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.